Работники ядерного центра и муниципальных предприятий, бизнесмены, студенты. Десятки неравнодушных к чужой беде горожан откликнулись на призывы помочь тем, кто нуждался в этой помощи. Вызванный пандемией, всеобщий страх не стал препятствием для волонтеров. Добровольцы Сарова объединялись в группу, примыкали к уже существующим в городе волонтерским организациям или присоединялись к всероссийским проектам, таким, как, например, «Мы вместе». Эта акция направлена на помощь пожилым людям, которым нужно оставаться дома на самоизоляции. С марта волонтеры доставляют им продукты и лекарства. Накануне Нового года добровольцы получили благодарственные письма Госкорпорации «Росатом» за свой бескорыстный труд. Я хочу сказать искреннее спасибо вам за тот ваш труд, который вы сделали, помогли всем нашим людям, потому что они нуждались в этой помощи. Вы с самых первых дней пандемии, не прекращая на день свою работу, по сегодняшний день, я уверен, что это будет продолжаться, вы там, где нужна помощь. Вы те, кто совершенно мало говорит, но очень много делает, совершенно бескорыстно. Это достойно просто глубочайшего уважения. В день награждения в зале собрались далеко не все волонтеры. По всем известной причине пришлось позвать только активистов. Людей, которые пусть понемногу, не каждый день, но находили время помочь гораздо больше. Многие говорят, мы не верим, что можно делать это просто так. Есть какая-то, ищут какую-то сторону. А я на самом деле в это верю. И вот вы живой пример тому, что это явление у нас есть. Вот эти добрые сердца, эти благие дела, которые совершаются, они дают нам возможность верить, что у нашего города и вообще у нашей страны большое будущее. Вам огромное спасибо. К сожалению, пандемия не сбавляет обороты. Заявок все больше. Помимо пожилых горожан на самоизоляции, помощь нужна тем, кто сидит на карантине и не может выйти из дома. Еще долго труд волонтеров будет востребован.